Доброе утро, мои хорошие! Я только что проснулась. Время 7 часов. Представляете, я встала в 7 и хочу сделать свой день достаточно насыщенным и продуктивным. Но завтра! А пока что мы поспим. Так, я уже встала, оделась. Мне нужно пойти поменять нитки, которые я купила 3 дня назад для бабушки. Они оказались слишком толстые. Точнее, один моток. Один моток бабушке понравился, второй слишком толстый. Не знаю, поменяют мне или нет. По идее, в течение 14 дней я имею право поменять, но чека мне не дали. Это обычный такой магазинчик вроде ларечка. Там даже чеков и не выдают. Надеюсь, что поменяет, потому что бабушка говорит, что с такой толщиной нормальные носочки не получаются. А еще я вчера убрала все зимние вещи. И сегодня на улице очень холодно. Я не знала, что одеть. Еле нашла что-то, что не сочетается. Ну да ладно. Главное, чтобы было тепло. Я, если честно, когда покупала, даже не обратила внимания. Бабушка сказала, что лучше будет, если поменять. Поэтому мы надеемся, что нам поменяют. Когда мне подарили этот аромат, он мне совершенно не понравился. Но вчера, когда я разбирала свой гардероб, я обнаружила, что где-то две недели назад я надевала кофточку. И я пользовалась этим ароматом. И как только я разбирала эти вещи, резко я почувствовала этот аромат. Поэтому он очень стойкий. Советую. Я сделала все свои дела. Уже пришла. Мы поменяли нитку для бабушки. Получился вот такой вот красивый цвет. Бабушка, ты довольна? А, бабушка? Хороший цвет? Хороший цвет и хороший цвет. И с помощью таких ниток вяжутся вот такие вот носочки красивые. Смотрите. Это все ручная работа. Рисунок плюс какой. Это нелегко делается. Вот кажется, что легко. Я пробовала вязать. Именно рисунок сделать очень сложно. Здесь надо высчитывать. Короче, считать. Во-первых, чтобы они одинаковые были, обе пары. И чтобы рисунок был одинаковый. Красота. Стала, напекла себе вот такие вот блины для мукбанка. Будут у нас блины с мясом. И вот кто у нас здесь подлиза. Блинчик хочешь, дурачок? Да подожди, камеру сломаешь. Так, все разложила. Сажусь снимать для вас мукбанк. Здесь у нас блинчики с мясом. А здесь у нас просто обычные блины. Буду кушать вот с вареньем. У меня здесь сохраняется уже второе видео. Одно я смонтировала, уже выложила. И время 12. Уже пора потихоньку приводить себя в порядок. Мне обязательно нужно сделать педикюр. До я вам не покажу, потому что давненько я не делала. Так как иду на лазерную эпиляцию, нужно выглядеть опрятненько, красиво. Надо еще успеть искупаться. И это все нужно сделать до 5 часов. В 5 я уже записана. Еще я собираюсь снять еще один мукбанк. Поэтому делов по горло, так скажем, начать нужно именно с педикюра. Кому интересно, вот моя рука. Вы можете наблюдать, что уже появились волосы. Хотя нет, вам совсем не видно. Но они совсем, знаете, мелкие, пушковые. И это я не хожу на лазерную эпиляцию уже, наверное, где-то полгода. Представляете? Это настолько экономит ваше время. Смотрится так нежненько, классно. Вы знаете, есть такое понятие, как срок эксплуатации аппарата в лазерной эпиляции. К сожалению, некоторые салоны пренебрегают этими вещами. И можно сказать, используют, например, аппарат в лазерной эпиляции намного дольше, чем действительно это нужно делать. И получается, что у клиента нет никакого результата. Я сама тоже сталкивалась с такими моментами. Особенно это часто бывает в местах, где супер-пупер дешево. Я предпочитаю брать средний прайс и хороший салон, в котором я уверена. В общем, вот так вот дела у меня обстоят. Как вы видите, все просто замечательно. Экономия времени. То есть, а то раньше лежала в ванной. Извините за подробности. Я просто знаю, что меня смотрят одни девочки. Лежала в ванной. Целый час там бреешь ноги. Потом руки эпилятором. А это вообще экономит время. Ну что, ногти уже готовы. Посмотрите, как красиво получилось. Я постаралась их подстричь под самый корень. Осталось нанести масло увлажняющее на кутикулу. И все. Готово. А тут у меня рабочее пространство, так скажем. Надо тоже прибраться и все разложить по этим органайзерам. Кстати, безумно удобно, когда все лежит в этих органайзерах. А этот гель-лак я специально сделала на ногах. Чтобы он у меня закончился. Потому что здесь на дне оставалось совсем чуть-чуть. Уже на 10 пальцев моих длинных ногтей на руках уже бы не хватило. Но на ногах мои малепусенькие ноготочки покрыл идеально. И со спокойной совестью я могу уже выбросить свой любимый оттенок. Я не помню, я вам рассказывала или нет. Но завтра утром, это получается суббота, мы едем в деревню. Причем едем не с бабушкой и мамой, а с двоюродным братом и женой двоюродного брата. Ее зовут Первана. У Первана у сестры день рождения. Я, кстати, об этом узнала в последний момент. И мы все поедем туда просто как на пикник, на природе и так далее. Думаю, что будет очень интересно. Я вот в последний момент думала, что же я ей купить такого. Ну, чисто хотя бы какой-то символический подарок. Мне мой двоюродный брат сказал, что ничего не надо, мы все уже продумали, мы все купили, ты типа с нами и так далее. Но мне все равно хотелось что-то докупить, хоть какую-то мелочь, но чтобы я с собой взяла. Еще надо подумать, что же мы будем жрать по дороге. Да, обязательно надо что-то приготовить завтра утром, потому что завтра в 8 мы уже выезжаем. Ну, вроде как они сказали в 8. Но обычно они всегда так говорят, а потом где-то в 10-11 мы выезжаем. Но все равно к 8 надо быть готовой. Чтобы никого не подвезти. Еще раз повторяю, чисто символический подарок, так скажем. Это скраб для тела с таким обалденным просто запахом малины. Такое ощущение, что взяли килограмм малины, перетерли и засунули в этот бутылек. Там был тестер, я послушала аромат и поняла, что все. Однозначно беру. Дальше взяла такой крем для лица от Organic Kitchen. Кто не знает эту фирму, это дочерняя компания Натуры Сибирики. Но Натуры Сибирика немного побюджетнее будет. Но изготавливают все вроде как на одном заводе. Дальше здесь увлажняющий крем для рук. Вот две такие вот баночки. И взяла гель для душа, тоже обалденный аромат. Решила дополнить подарок еще масками с кокосом. Или как правильно, вот так, с кокосом, с малинкой, ой, с клубничкой и авокадо. Такие вот три маски и несколько средств. Теперь обязательно нужно купить какой-то пакет. Сейчас спущусь вниз. Подарочный какой-то пакет. Обычно у меня дома дофига бывает подарочных пакетов новых. И у меня был он на самом деле. Но в нужный момент не могу найти, поэтому надо спуститься. Все это запаковать в пакет и оставить. Чтобы утром потом не бежать, не искать. Все, я уже выхожу на лазер. И самый фиговый момент заключается в том, что я недавно разбирала шкаф. И все зимние вещи убрала. И как только я их убрала, началась ужасная погода, ветер. И теперь мне надо обратно все это разгребать. Находить теплые вещи и надевать. Все, я одета. Надела вот эти джинсы, трубы. И как вы думаете, я опять опаздываю. Я не нашла в своем шкафу боди, который я недавно купила. У которого вот здесь вот такие дырки. Ну вы поняли. Вот здесь такими дырками. В общем, не нашла. Хотя перерыла весь шкаф. У меня сейчас в комнате такой бардак. У меня иногда вещи пропадают, потом хрен найдешь. Все, я уже здесь, в салоне. Прическу, конечно, мне подправил ветер. А вот и тот самый аппарат, на котором мы будем делать эту процедуру. Сейчас я буду лежать здесь и покажу вам весь процесс. Вот мы сейчас как раз с доктором обсуждали этот момент. Доктор говорит, что вот девчонки думают, почему на бикини не сразу есть результат. То есть там волосы жестче. У меня, например, вот на руках волосы почти не растут. А в области, извиняюсь, бикини еще растут. Поэтому как бы в каждой зоне свое время правильно. На лице, по-моему, тоже очень долго растут волосы, насколько я знаю. Вот я сначала вообще живот не делала. Вообще не делала живот. Но потом я поняла, что есть разница. Например, на руках вообще ни одного волосика нет. А на животе все равно пушковые волосы, они все равно имеются. Поэтому я решила потом, что живот тоже уже буду делать. Мы уже приступили к работе. Мне вообще не больно. Доктор, это максимальная скорость, да? Да, мы на максимальной скорости. Это у меня кота. Кот постоянно меня царапает. Мы сейчас вот как раз с доктором говорили на тему, что желтые волосы лазер видит намного хуже, чем черные. Идеальное сочетание это когда черные волосы и белая кожа. Ну вообще, я заметила, что хоть где у меня были и тонкие волосы, и где толстые. Вот сейчас посмотрите на мои ноги. Это я на процедуру пришла. То есть я очень довольна этой процедурой. Я ничего не чувствую. Но врач сказал, что это как раз таки зависит от болевого порока человека. Кому-то больно, кому-то нет. Я вот ничего не чувствую сейчас. Такая побитая. Посмотрите на мои ноги. Вот мы сейчас как раз обсуждаем эту тему. Врач еще подметила один хороший момент, что не только зависит тут все от ваших особенностей, еще тут важны гормональные моменты. Если у вас, например, отсутствуют какие-то моменты в менструации, есть какие-то проблемы гормонального фона, вот тогда тоже появляются волосы, и они, к сожалению, очень трудно убираются лазером. Поэтому нужно в таких случаях обязательно идти, сдавать анализы и решать эту проблему, как говорится, локально. Такие вот красные точечки у меня остаются, но в течение 24 часов они тоже проходят. не больно абсолютно. Я ничего не чувствую. Ну все, мы с процедурой закончили. Я уже такая красотка. Болос нигде нету. Еще вам напоследок покажу аппарат. Все заняло у нас где-то ориентировочно 40 минут. Здесь еще есть кондиционер, который охлаждает, и совершенно не больно, самое главное. Все, я ухожу. Спасибо большое. Буду приходить еще. Все, встретила я свою подружку. Не видно нас. Мы такие в масках симпатичные. У меня такая большая голова. Идем где-то посидеть. С подружайкой дошли до места назначения. Смотрите, какое классное зеркало. Можно здесь пофоткаться. Вода с собой. Подарок мы, кстати, уже купили. Сходили в Сабину, там я снимать не стала. Мне надо подправить свой макияж, прежде чем снять масочку. Мы уже на месте, в обалденной обстановке. Как вы уже поняли, сейчас будем выбирать. У нас такой хлам на столе. Места вообще нет. Наверное, это из-за времени. Сейчас прям такой час пик, и все выходят с работы и в ресторан. И все сидят парочками. Я такая смотрю вокруг и думаю, ну, где мой парочка? Ну, где ты потерялся? Потому что, что Шелли тоже нету парочки. Путина успокаивает. Смотрим, что же выбирает Шелли. Что пожирнее, что по калорийнее. Помнишь, Шелли мы раньше постоянно везде покупали только что? Только шаурму везде. Когда вы не верю, учились. Она на четвертом курсе, я на третьем. Этот разворот выглядит максимально аппетитно, но я не очень люблю сладкое, если честно. Я хочу какие-то фруктики или, возможно, что-то такое. А может и не такое. Много здесь всего интересного. Но я подозреваю, что здесь эти вафельки невкусные. Потому что один раз очень давно я их пробовала, они мне не понравились. Смотрите, что заказала Шелли. Прикольные, да, луковые кольца здесь? Отличаются от того, что макдональдс. И что заказала я. Потом вы говорите, что я много ем. Ничего подобного. Зашла домой и сразу звонок от мужчины. В общем, такая ситуация произошла. Возможно, вы на мукбанке это не видели. В общем, мужчина кинул на мамин телефон деньги. Он перепутал номер и кинул маме. Теперь он хочет обратно свои деньги. Я ему предлагаю отправить... Ну, с номера на номер можно отправить деньги. Он хочет, что просто я ему загрузила деньги на телефон. Просто мне на мамином телефоне столько денег не нужно. То есть она даже и те деньги, которые у нее есть, она их не тратит. Я же не виновата в том, что он загрузил на мой номер. То есть я ему могу отправить. Но там комиссия небольшая. Ну, в общем, там разборки с ним. Я сейчас с ним болтала. Об этом мы вроде как договорились. Сейчас я сижу монтирую. Монтирую, что я несу. Я сейчас обрабатываю фотографии, которые мне сделала Шелли обалденной. Она просто прирожденный фотограф. А мой телефон прирожденная камера Canon. Простой в твоих ватах, хорошо. Так anteittä. Ага.